Здравствуйте, это факты мнения. Кто ближе всех к курортному Олимпу? Скоро это станет ясно. Министерство курортов, туризма, олимпийского наследия Краснодарского края ведет прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе лидеров туристской индустрии. Премию вручат по 18 номинациям. Учреждено и новое персональное название лучшего гида-переводчика. Победитель номинации будет представлять Кубань на всероссийском конкурсе лучшей по профессии в индустрии туризма вместе с лидерами других четырех персональных номинаций администратора, менеджера по въездному туризму, экскурсоводов и горничной. Сколько заявок от претендентов на премию уже поступило в Минкурорт региона? Как будут оценивать конкурсантов и как, собственно, наградят победителей курортного Олимпа? Обсудим это с Георгием Грушей, начальником отдела развития активных видов туризма Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. Георгий Романович, 18 номинаций, как я сказала, в этом году заявлено. Сколько уже Минкурортов получило таких вот резюме, заявок, анкет от желающих получить премию Курортный Олимп? Заявочная кампания на эту премию идет уже в течение месяца и за это время в Министерство курортов туризма и олимпийского наследия поступило уже порядка 80 заявок по всем 18 номинациям. По ряду из них уже заявочная кампания завершена, по некоторым еще продолжается и будет продолжена вплоть до 1 октября. А по каким продолжается прием заявок? Завершили мы прием заявок по личным номинациям, это 5, соответственно, те, которые вы назвали, да, экскурсоводы, менеджеры, гиды. А заявочная кампания продолжается по так называемым корпоративным номинациям, то есть это лучшие гостиницы, лучшие санатории, лучшие пляжи, лучшее туристическое событие, лучшая туристическая экскурсионная кампания, лучший туроператор, ну и так далее. Вы цифру назвали 80, по-моему, да, на сегодняшний день? Да, порядка 80 уже поступило. В принципе... Как Минкурортов комментируют эту цифру, ожидаемо было? Да, цифра достаточно прогнозируемая, и мы ежегодно наблюдаем рост интереса со стороны отрасли к этому конкурсу, соответственно, если сравнивать с предыдущим годом, то на эту же дату было порядка 60 заявок, то есть несколько меньше, соответственно, мы и по итогам года прогнозируем общий рост. То есть в прошлом году мы собрали порядка 260 заявок, то в этом году прогнозируем, ну, возможно, до 300. Ну, а как, собственно, комментирует тогда, получается, этот рост числа заявок в специалисты министерства, потому что еще впереди есть время, и цифра увеличится? Да, мы, конечно, надеемся и ждем того, что цифра эта увеличится, поскольку этот конкурс и эта премия в край у нас достаточно престижная, и, как я уже отметил, популярность ее высока, и действительно мы наблюдаем рост со стороны отрасли к данной номинации, к данной премии. Безусловно, в каждой своей профессии хочется стать лучшим, и туристическая отрасль здесь не исключение, и каждая горничная, каждый экскурсовод, гид или администратор гостиницы, конечно, хочет стать и ставить перед собой целью быть лучшим, одним из лучших в отрасли. Но Минкурортов отмечает рост числа претендентов, потому что премия престижная или потому что уже статус всероссийской она получила? Да, действительно, два года назад, с 2016 года, уже три года назад, наш курортный Олимп стал одним из этапов уже всероссийского конкурса «Лучший по профессии». Соответственно, все наши победители, призеры, они в дальнейшем участвуют в федеральном этапе конкурса. И у нас уже есть очень хороший позитивный опыт за эти три года. Наши экскурсоводы в последние годы входят в число лучших в стране. То есть, если в 2017 году наш экскурсовод занял третье место из города Новороссийска, то в прошлом году уже экскурсовод из города Сочи Юлия Шаталина заняла второе место. Поэтому наши амбиции растут. Ну, понятно, это разумеется. И мы надеемся, что наши новые победители также займут достойное место на федеральном уровне и ждем уже новых побед от наших замечательных работников санаторно-курортного и туристского комплекса «Края». Вы сказали про экскурсоводов, а вообще в министерстве отмечают, ведут какой-то рейтинг самой популярной номинации, может быть, куда больше всего желающих хотят пробиться. Ну, она самая популярная, наверное, безусловно, потому что самая массовая профессия. Это, конечно, экскурсовод и горничные. Все-таки в нашей отрасли это наиболее нужные профессии, наиболее востребованные. Таких работников много, поэтому они самые популярные. Что касается горничных, вот одна из компаний по бронированию жилья, даже свою составила такой список лидеров в этой отрасли, и говорят, что горничные именно Сочи и Анапы признаны лучшими. Как в министерстве прокомментируют эти данные? Ну, я, наверное, могу только подтвердить эту информацию, опять же, основываясь на нашем конкурсе, на нашей премии. В прошлом году среди призеров первых трех мест по номинации горничной как раз, собственно, и были представители и Анапы, и Сочи. Чем это можно объяснить? Ну, вы знаете, это можно объяснить, наверное, даже субъективными, объективными, вернее, факторами, потому что и на территории Сочи, и на территории города-курорта Анапы наибольшая концентрация отелей пятизвездочных и четырехзвездочных. Это, собственно, самые престижные сегменты отельного бизнеса. У них наиболее высокие требования к персоналу, соответственно, и более квалифицированные работники обслуживают гостей в таких отелях, и, возможно, именно поэтому они и побеждают. Просто в таких статусных отелях иначе нельзя работать на троечку или на двойку, только на пятерку. Конечно, безусловно, работать нужно только на пятерку, независимо от того, сколько звезд в гостинице, две, три или пять. В этом году введена новая номинация гидопереводчика. В связи с чем министерство сделало такой шаг? У нас каждый год появляются новые номинации. В прошлом году мы ввели номинацию «Лучшее туристическое событие». До этого у нас появилась номинация «Лучший отель, работающий по системе All-Inclusive». И в этом году действительно мы ввели новую личную номинацию. Это гидопереводчики. Безусловно, спрос на эту профессию есть, потому что с каждым годом растет число иностранных туристов, посещающих наш край. Поэтому эта профессия востребована. Это первое. И второе, что послужило таким поводом для введения новой номинации, это, безусловно, национальные проекты, которые реализуются в соответствии с указом президента о стратегических целях нашей страны. И один из этих проектов, международная кооперация «Экспорт», в его реализации принимает участие непосредственно Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Мы отвечаем за блок по привлечению иностранных туристов, относящийся к экспорту, собственно, услуг. И поэтому наши гиды-переводчики, это те люди, которые непосредственно сталкиваются лицом к лицу, встречают иностранных туристов. И от уровня их профессионализма, от качества тех услуг, которые они оказывают, безусловно, зависит и впечатление о нашем крае. Ну и, собственно, то, насколько длительным будет пребывание, насколько приятным будет пребывание иностранных туристов. И приедут ли они еще раз к нам в Краснодарский край? Да, и привезут ли с собой своих друзей. Ну вот, если так важна эта профессия, каковы требования будут к конкурсантам в этой номинации? Какие приготовила список требований, точнее, Министерства? Требования у нас по всем номинациям всегда очень высокие. Классически мы делим конкурс в любой номинации на два этапа. Это теоретическая часть и практическая. Так же и здесь будет. То есть нужно показать себя в работе будет? В теории это будут тестовые задания, на знание законодательства, на знание языка, безусловно, на знание определенных приемов работы. А как у преимущественно? Английский? Да, в этом году у нас преимущественно заявились гиды с английским языком. Вот, соответственно, ну это международный язык, это и логично, и понятно. На нем говорят все. На нем говорят многие, да. И, собственно, вторая часть будет практическая. Непосредственно гиды-переводчики вместе с экскурсоводами выйдут на территорию Олимпийского парка. А тема у нас, собственно, этих номинаций в этом году, это Олимпийское наследие края. И на территории Олимпийского парка будут проводить уже живую экскурсию, ну для всех желающих, ну и, безусловно, для членов жюри. И, собственно, члены жюри по определенным критериям, знание языка, знание, соответственно, истории, знание Олимпийского движения, знание истории тех объектов, которые находятся в парке, подачи материала. Неожиданные вопросы планируются от министерства? Министерства, наверняка, они будут в составе комиссии. Да, министерство тоже входит в состав комиссии, но мы там играем, естественно, не ключевую роль, потому что все-таки конкурс профессиональный, и оценивать профессионала должны эксперты. И, конечно, определенные каверзные вопросы от экспертов, они всегда бывают уже на протяжении скольких лет. Собственно, это делается для того, чтобы выявить из лучших, выявить самых лучших. Ну, раз мы уже начали говорить об экспертах и о жюри, как министерство составило тот самый экспертный совет, кого пригласили в жюри? Безусловно, это и представители общественного совета при министерстве курортов, туризма, олимпийского наследия. И, конечно же, самое главное, это представители туристических ассоциаций. Ассоциации отельеров и рестораторов, ассоциации экскурсоводов, ассоциации гидов. Собственно, те профессиональные некоммерческие объединения, которые существуют у нас на территории края и в России. Это бальная система оценки будет, либо нравится, не нравится? Конечно, это бальная система оценки, но, безусловно, и общее впечатление от экскурсии, допустим, если мы говорим об экскурсоводах, оно, конечно же, важно. Поскольку контакт, собственно, экскурсовода с группой, он происходит не только на уровне подачи информации, но и на каком-то там интуитивном уровне, эмоциональном. Что немаловажно, да? Конечно, потому что самая главная наша задача, это то, чтобы туристы, возвращаясь из отпуска к себе домой, с территории нашего края, увозили с собой приятные эмоции, приятные впечатления. Наверное, это самое главное. Мы рассказали о том, какие испытания ждут гидов, а вообще в этом году какие-то особенности конкурсных заданий, конкурсной программы, есть ли они? И как министерство составляет из года в год, меняется ли эта программа? Да, как я уже сказал, у нас появляются и новые номинации, и, собственно, появляются всегда новые... Испытания. Испытания, в принципе, остаются теми же, это и теория, и практика, но мы меняем, соответственно, и анкетные вопросы, и меняем тему. Например, в прошлом году мы проводили конкурсные испытания «Очный в горячем ключе». Собственно, тематика у нас была, лечебно-оздоровительный отдых, активные виды туризма, экологический туризм. В этом году мы проводим в Сочи, соответственно, и тематика, это «Олимпийское наследие», это «Пляжный отдых», это «Горнолыжный отдых». Соответственно, вот такие изменения, они из года в год случаются, и, конечно... Ну, самые каверзные испытания, тесты для кого? Сложно, так сказать, для кого самые каверзные. В персональных номинациях, наверное? В персональных номинациях, конечно, всегда все сложнее, потому что там человек, собственно, находится непосредственно в живой, в рабочей обстановке, в которой он находится каждый день на своем рабочем месте. Если это горничная, то мы предоставляем им номер, даем определенное время, за которое она, собственно, должна, соблюдая все стандарты, нормы и правила, привести этот номер в порядок, привести его к сдаче. И после этого экспертная комиссия уже детально, досконально проверяет правильность и качество выполнения всех процедур. Ну, собственно, то, к чему все стремятся претенденты, когда, собственно, пройдет церемония награждения, когда будут названы победители, и Министерство какой-то сюрприз в концертной программе наверняка подготовило? У нас каждый год проходит торжественная церемония награждения, она всегда проходит ярко, красочно, с концертной программой. Да, в прошлом году это был Туапсинский район, до этого был Геленджик, Сочи также принимали, собственно, торжественную церемонию открытия. Каждый год эта церемония собирает более тысячи человек, в прошлом году было почти полторы тысячи. Это все представители отрасли, то есть для них это большой праздник, люди готовятся к этому. Ну, разумеется, да, весь год старались, ждали. Они приезжают в вечерних коктейльных платьях, всегда мы организуем фуршет, то есть это очень такой хороший праздник для всей отрасли. И в этом году он, конечно же, не станет исключением, и в ноябре мы вновь проведем эту торжественную церемонию на одном из курортов нашего края. Это было мнение Георгия Груша, начальника отдела развития активных видов туризма Министерства курортов туризма Олимпийского наследия Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. До встречи.